всем привет с вами шима очень рада видеть вас на своем канале и этот обзор будет с точки зрения художника то есть что можно делать на нем такой же обзор у меня был на samsung galaxy note 3 но не могу все равно их не сравнить какой-то легкие характеристики которые лично для меня были более менее важны я скажу не буду его сравнивать с айфоном 6 лично для меня samsung note 3 в разы лучше для кого-то наоборот лучше iphone 6 плюс потому что они просто любят apple я обожаю apple я уже об этом много раз говорила но есть какие-то объективные критерии по которым он просто хуже я уж не говорю о том что именно для художника тот телефон он никак не может пригодиться в отличие от но 4 и того же но 3 стоимость и айфона и samsung note абсолютно одинаковая поэтому тут уже выбор приоритетов они того у кого хватило денег на телефон а у кого не хватило сейчас перед вами лежит два телефона samsung galaxy note 3 и samsung galaxy note 4 хочу их сравнить расскажу об основных изменениях и о том что не совсем изменилось но для начала посмотрим как выглядит спустя год мой samsung galaxy note 3 в принципе выглядит он как новенький единственное у него ужасающем состоянии кант весь кант и за счет того что он из пластика он подранный телефон у меня падает каждый день иногда по несколько раз в день и падает он с такой нормальной высоты то есть не то что он там на пяти сантиметрах приземляется со стола из кармана в метро и ему собственно хоть бы фиг кроме вот этого канта основной плюс samsung galaxy note 4 это наконец-таки великолепное качество сборки потому что наконец-таки этот кант они сделали металлическим в отличие от iphone 6 у него нет вот этих страшных полос то есть у него также есть полосы антенны но их практически не видно то есть вот совсем тоненькие такие полосочки в железном корпусе у всех цветов у меня например белый телефон поэтому здесь металл покрашен сбоку белым но сами ребра остаются металлическим потому что это более практично так как если он будет падать и царапаться у него не будет обдираться краска а вот этот металлический угол ребро канта останется металлическим немножечко изменился паттерн вот этого вот стекла то здесь он какими-то ромбиками мелкими здесь полосками само стекло стало другим само стекло здесь закругленная то есть все края не знаю видно вам или нет на всем стекле вот здесь вот краям к кнопкам везде она закругляется то есть она такая закругленная как капли к бокам здесь она просто прямое и упирается жестко в ребро тут же лежат стилуса у меня стилус сразу говорю заметно чувствительные это основная причина обновления моего вот это стилус not 4 это стилус not 3 в принципе выглядит очень похоже разница в том что у not 3 было рифление на самой вот этой ручки у not 4 рифление вот на этой палке а здесь его убрали для того чтобы она не скользила в руке основное что надо знать о стилусе то что он произведен по технологии вакуум те художники которые работают на графических планшетах профессионально они знают что планшеты стилусы нужно брать только вакуум главная компания которая занимается профессиональным оборудованием для графических художников и зная одно это уже можно понимать что этот стилус будет хорош показывал вам рисование с помощью этого стилуса но сейчас попробовала рисовать с помощью стилуса not 4 spn он намного намного я лично почувствовал разницу я не могу сказать сколько там касаний по моему в два раза более он чувствительный но не буду утверждать наш к сожалению на сайте samsung я не нашла эта информация я слышал ее в одном из обзоров но так как на сайте не нашла не могу вам сказать сто процент качество экрана сразу говорю на но 4 лучше если пьяни была повернута на всяких новых телефончиках я вообще не обновлялась если у вас есть но 3 и вас не раздражает пластиковый кант то отличный телефон и между ними нет особо большой разницы плане обновления конечно наверное если у вас уже есть но 3 то вам нафиг не нужен от 4 но если покупать новый телефон то однозначно надо брать но 4 качество экрана у not 4 лучше сейчас быстренько зачитаю характеристики самое главное от чего я в полном восторге на not 4 это зарядка 50 процентов всего за 30 минут с нуля если у вас выключен телефон вы ставите его на полчаса на зарядку и через полчаса у вас уже заряд 50 процентов это просто чума потому что это очень и очень удобно учитывая что я пользуюсь смартфоном по полной я на нем рисую я на нем смотрю киношки и из рабочего стола вы видите можно вставлять разные виджеты например вот здесь у меня фотографии всякие листаются лично мне гораздо удобнее вот такой виджет вот этот меня раздражает что он огромный но к сожалению другого нету по навигации изменилось то что здесь чтобы посмотреть быстрый список приложений нам надо нажать на кнопку вот эту левую и тут все недавние приложения это очень удобно чтобы сделать это действие на на 3 надо просто нажать долго кнопку и вот они тоже у нас выходят недавнее приложение здесь эта кнопка это быстрое меню в принципе мне сначала было вот это намного удобнее что здесь быстрое меню например я открываю изображение какое-то и на быстром меню я сразу смотрю что делать а тут это немножко по-другому то есть так как у нас здесь уже эта кнопка работает только как поиск недавних приложений то здесь мы можем быстрое меню найти наверху как на большинство веб-сайтов на нот 3 в общем по навигации думаю посмотрите на родном сайте батареи на что хватает нот 4 нот 4 хватает на интернет с вай-фай 13 часов на 3g интернет 11 часов на просмотр видео 12 часов на прослушивание аудио до 57 часов вообще это самые долгоживущие смартфоны самые живучие как раз вот эти две модели не знаю может сейчас уже что-то есть и покруче но я абсолютно не испытываю никаких неудобств если я куда-то уехала даже с ночевкой не взяла с собой батарея очень часто сейчас пользуюсь вот таким режимом когда я знаю что например я куда-то поехала не взяла с собой зарядку и задержалась например подруге решила остаться с ночевкой я просто его ставлю на режим энергосбережения его очень подробно можно настроить например я его настроила как черно-белый и у меня становится все то же самое ничего не обрезается за счет того что он черно-белый он жрет меньше энергии энергосбережение там по всем пунктам что будет вообще упрощенная схема то есть не вот так все выглядеть а как на черно-белых таких простых телефонов тогда он вообще почти энергии не жрет камера камера стала на нот 4 лучше камера у нас теперь 16 мегапикселей на нот 3 она была 13 мегапикселей улучшилась фронтальная камера потому что у нее стал более широкий угол и туда для софиков много что влезет следующий момент это видео теперь нот 4 пишет видео в формате 4к и 30 кадров в секунду разрешение 3840 на 2160 если сравнить с тем же самым айфоном то айфон пишет видео всего 1920 на 1080 мы понимаем конечно что мобильное видео это все равно смех и грех что можно записывать на профессиональные камеры но тем не менее если вы куда-то едете если вы блогер тем более то камера и возможность такая что из кармана вы достали записали в любой момент это очень важный пункт оперативная память 3 гигабайта что на нот 4 что на нот 3 на айфоне опять-таки всего один гигабайт также на нот 4 улучшенная система lte это lte cat 6 то есть она гораздо быстрее передает и качественнее и бесперебойней даже не знаю как это сказать сотовые данные то есть лучше чем на нот 3 также на нот 4 появился сканер отпечатков пальцев лично я им никогда не пользуюсь и все таки мне кажется как раз таки на айфонах и эппелах гораздо он удобнее чем здесь потому что слишком маленькая вот эта часть и не очень удобно по ней проводить пальцем айфона ты просто прикладываешь это гораздо более удобно вот это вот единственный момент но факт в том что он есть если вы любите если вы хотите сканер отпечатков пальцев то он тут присутствует вид сзади вид сзади изменился тем что то вот эта крышка потеряла строчку и она стала более круглая это более такая граненая и честно говоря в руке мне больше нравится как лежит граненая вот эта крышка это более таким скользким мыльным кажется но он все равно не норовит выскочить в отличие от айфона камера у него вот здесь чуть чуть выше стал кантик теперь не будет стираться стекло у него лучше стал динамик для прослушивания аудио но в любом случае он оставляет желать лучшего в наш на самсунгах отлично пишется звук на видео просто великолепно но для прослушки имена звука самого аппарата это кошмар ушла строчка лично мне она никак не мешала даже может что-то не было все остальные были абсолютно против большинство комментариев было что это вообще срам вот этого строчка меня она никак не смущала но теперь действительно выглядит он как будто из настоящей кожи нет ничего такого что выдаст что это просто фейк пластмасс свет он темнее он такой уже как сливочный то есть он не белый вот этот белый а этот нет и он отдает каким-то таким легким перламутром но выглядит как будто настоящая кожа то есть вот так вообще если не брать в руки вообще не отличишь да и в руке честно говоря вот так они выглядят сбоку толщина у них примерно одинаковая разумеется конечно корпус у этого намного солиднее и качественнее сейчас по моему на данный момент вот сколько я смотрела обзоров это самая качественная сборка корпуса вообще который не гнется и ничего с ним не случается его можно вот так со всей силы фигачить и ничего никуда он не дает люфтов ни одной щели нет куда что-то можно запихнуть так как у меня вот этот телефон весь ободрался я решил новенький себе купить родным чехлом вот эту штуку не советую вообще ни одному человеку как он работает работает он а снимается задняя крышка и он вставляется вот это есть ваша крышка тут есть датчики за счет чего вы можете пользоваться телефоном через стекло какие минусы этого чехла основные то что я держу его вот так когда рисую все время и вы видите что стекло все время держится пальцами когда я закрываю все стекло отвратительно заляпанное как будто просто руками в курице я его трогала хотя руки чистые и вообще я грязными руками не имею привычки брать телефон следующий момент кроме того что он уже отвратительно выглядит мне лично стыдно его доставать на стол вот в таком виде и каждый раз его протирать это не представляется возможным то что один ответ на звонок и он уже в таком состоянии я вообще не пользуюсь этой функции этого окошка то есть я ничего не отвечаю на звонки не фотографирую я не вижу смысла я открыла бы удобно себе это сделала через окно это все равно неудобно делать еще один момент что когда я его вот так держу отвечаю на звонок либо рисую он у меня просто не закрывается он даже сейчас вы видите он не закрывается он открывается обратно это ужасно бесит потом он конечно прикладывается но через минут пять только и третий момент это то что его нельзя использовать вот так как подставку то есть смотреть кино я на нем не могу в общем абсолютно чудовищный чехол стоил он больше двух тысяч брала в оригинальном салоне были ну конечно одно сплошное разочарование буду левый чехол какой-то искать и покупать то что мне удобно